Так хочется получать любимые продукты, не выходя из дома. И чтобы все как в ленте. И главное, в нужный момент. А если вам хочется, значит мы уже лентим. Лента онлайн. Лентим вовремя. Всем огромный привет. Сегодняшнее видео у нас о том, что можно приготовить из одной курицы. Сделать курицу в этот раз я попросила Федю. Но, честно говоря, для меня это самое нелюбимое дело. Честное слово. Обожаю готовить, чистить. Все что угодно. Но вот курицу разделывать не люблю. Говорю как есть. Грудка в этой курице довольно-таки большая. С нее обязательно я снимаю кожу. Эта кожа пойдет на бульон. С бедер и ножек я тоже убрала кости. Они мне не понадобятся. И эти кости также пойдут к суповому набору. Итак, что у меня получилось. Это грудки. Они довольно-таки большие. Из них я буду делать фарш. Далее кости, спинка. Буду варить бульон. Он мне понадобится для супа и для холодца. Крылышки, бедра и ножки. Из бедер мы будем готовить два блюда. А как мы это сделаем, сейчас я вам покажу. Мясо, конечно же, промываем несколько раз под проточной водой. Далее, пока готовится бульон, мы подготовим все другие ингредиенты. Готовить мы будем гороховую заправку для супа. Мы с Федей просто обожаем суп-пюре. Особенно гороховый. Так как горох варится очень долго, я решила сделать готовую уже заправку с зажаркой в автоклаве. Автоклав у нас домашний стандарт. Так как я готовлю это первый раз, я решила попробовать приготовить всего лишь две баночки. В первую очередь, конечно же, делаем зажарку. Лук, морковь и болгарский перец. Все хорошо обжариваем на сковородке. И этих ингредиентов мне хватило на два блюда. То есть, половина зажарки я буду использовать в банке, и половина пойдут на следующее блюдо из курицы. Далее, чуть позже я вам покажу. Пока готовится зажарка, нужно будет подготовить горох. То есть, берем 8 столовых ложек. То есть, на одну банку идет примерно 4 столовые ложки. И горох я залила буквально минут на 10. Далее мясо. Одно бедро получается на одну банку. У меня ушло 2 бедра. После мяса специи. Я в этот раз ничего не добавляла, кроме сухих трав по одной чайной ложке. И по половинке лаврового листа на баночку. Далее идет горох. Вообще, в рецепте как-то видела у одной девушки. Она вообще не замачивала его в кипятке. Просто промыла и сразу отправила в банку. Далее идет зажарка. Я, честно говоря, не жалела. Прям по одной столовой ложке с горкой положила. Ну, конечно, чем больше зажарки, тем вкуснее. Пол чайной ложки соли. Потому что бульон у меня немного соленый был. И в конце бульон. Бульон, конечно же, можно заменить обычной водой. Хорошо закрываем банки. И отправляем в автоклав. Перед тем, как закладывать банки, нужно будет налить всего лишь один литр воды. При 120 градусах мы готовили 50 минут. Далее просто я взяла картофель. Даже не резала кубиками. Можно даже вообще целиком отправить в бульон. Как только картофель сварится. Отправляем заправку гороховую. Все пробиваем блендером и готово. Не нужно ни зажарку там делать. Не заранее варить горох и так далее. Как же вкусно это получается. Кто любит горох с мясом, можно открыть просто баночку. И это съесть там с любимым гарниром. Или просто с хлебом. Из одной банки два блюда получается. То есть, либо просто съесть, либо приготовить супчик. Я безумно рада, что приобрели мы год назад получается автоклав. На самом деле и вам советую. Тем более в феврале новая акция от домашнего стандарта. При заказе автоклава из нержавеющей стали. Бесплатно они дарят две упаковки крышек и бесплатная доставка. Ссылочку на покупку автоклава обязательно оставлю в описании под видео. Далее у меня идет холодец. Бульончик готов. Половиной ушло в баночки в автоклав. И половинка осталась для холодца. Мясо прям такое мягкое. Хорошо отделяется от кости. Его, кстати, очень много получилось. Половина я использовала. Даже больше половины для холодца. А третью часть я оставила на салате. Желатин разводим обязательно по инструкции. И в готовый бульон добавляем чеснок. Честно говоря, мы прям очень любим холодец с большим количеством чеснока. Холодец будет рулетиком. Поэтому я взяла вот такую вот пластиковую бутылку. Отрезала ее. И выкладываем все мясо. Чесночный бульон смешиваем с желатином. И отправляем все в бутылку. Закрываем. И в холодильник на несколько часов. Из грудок делаем фарш. Кстати, у меня есть такой крутой блендер. Многие спрашивали, какая у меня мясорубка или блендер. Блендер у меня от Оберхо. В основном я обхожусь им. То есть беру там грудку или несколько кусочков свинины. И фарш готов. Солим, перчим по вкусу. И будем делать пиццу. Да, фарш это будет основа пиццы. Выкладываем его на пергаментную бумагу. Разравниваем. Делаем круглую форму. Далее кетчуп, майонез, соус. Все что угодно. Что вы любите. Начинка у меня грибы. Шампиньоны. У меня они замороженные. И сыр. Все. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Буквально на 15 минут. Следующее блюдо салатик. Я долго на нем останавливаться не буду. Листья салата. Далее мясо, которое у меня осталось вареное. Его я смешала с соусом, с чесноком. Сверху сыр, сухари и помидорки черри. Все полила майонезной сеткой. Готово. Получилось типа что-то цезаря. И последнее очень вкусное блюдо, которое я готовила в горшочке. Он идет на полтора литра. Покупала я его на Валберис. Ссылочку на него я оставлю в телеграм-канале. Итак, берем болгарский перец. Кстати, готовится оно очень быстро. Режем его полосками. Далее зелень. У меня это кинза. Мясо курицы. У меня осталось две ножки без кости. Отправляем его в горшочек. Отдельно солим овощи. И отправляем еще туда зажарку, которая у меня осталась. В зажарке, как и помните, была морковь, лук и болгарский перец. Половину овощей отправляем к мясу. Далее картофель. Картофель можно нарезать кубиками, либо полосками. Далее оставшиеся овощами. И готово. Закрываем крышку. И отправляем в холодную духовку. Ставим 180 градусов примерно на 40-50 минут. Смотрите по готовности вашего картофеля. Далее в конце я добавила сыр. И уже без крышки выпекаем еще минут 10. У меня остались еще крылышки. Я добавлю еще от одной курицы. И буду готовить их в медовом соусе. Очень вкусно получается. С макаронами обожаем. Но это буду делать в следующий раз. Потому что блюд получилось довольно-таки много. И этого всего нам хватит на несколько дней. Ты снимай. А я буду заниматься своими делами. Любимыми. Дегустацией. Знаете, я слышал на раз комментарии. Фитя, почему ты вот здесь постоянно пробуешь? Друзья, ну во-первых, знаете, что стоя больше влазит. А во-вторых, что если меня за стол пустить, я же оттуда просто так не выйду. Мне оттуда потом надо выгонять. Это еще странно, что вот так все сохранилось. Он обычно придет, то вилкой возьмет салатик, то супчик ложкой. Скажи, с чего можно начать. Знаете, я вообще не люблю с курицей пиццу. Суши не люблю. Блин, ну она вкусно приготовила. Я понимаю, вкус невозможно передать. Но вот мои эмоции, наверное, они все-таки будут вам переданы. Вот. Я не всегда был, знаете, прям вот так сильно хвалю. Потому что жесть бывает, если реально вкусно, я так говорю. Пойдет, спасибо, вкусно. Вот. Мне кажется, наоборот, когда чуть-чуть недохваливаешь, это стимул к тому, чтобы сделать вообще просто. Что-то нереальное, чтобы разорвало потом. Понимаете, о чем я говорю. Вот. Чтобы, ну вот чуть-чуть было, да. Не зря же вот учителя в школе, я сейчас про сына тоже вспомню. Мы там уроки занимались. Вот. Я как-то помню, они вот наоборот, почему была четверка с минусом, да, там. Говорили. Вот, подтяни, мы тебе прям. Или говорили там, прям, пятверка, но с минусом, понимаешь. Как с минусом? Я не хочу, я хочу твердую, хорошую. Понимаете, что она готовила, но запах был просто нереально шикарный. Вот она готовила в автоклаве. Это что? Я когда попробовала ложечку, когда открыла, горох с мясом, я вам честно скажу, это можно есть как отдельное блюдо. Вполне. Конечно, я эти две баночки приготовила для супчика, чтобы вот так вот быстро. Просто картошку в бульон, эту баночку, все, блендером и готово. Ну, сейчас я попробую, да, потом скажу, за какой стол, там, где я работал, где я бывал, там, по России, да. Что ты, хо-хо-хо-хо-хо. А где ты был по России-то? Чем-то он напоминает чечевичный суп-пюре, да? Да, необычно. Вот сейчас, знаете, когда она готова, я говорю, а что так мало? Она говорит, ну, надо попробовать. Потому что вот в автоклаве можно готовить даже одну баночку, понимаете? Да. Зайдет или нет. Я думаю, надо было вот вчера еще штук 20 кинуть в баночку. Ну, тема классная, классная, офигенная. Вот что стоит раз суп-пюре вкусно, детишка. Не надо что-то там жарить, парить, картошечку отварить. Ну, буквально быстро все это готовится. Я же говорю, это можно как самостоятельное блюдо есть. Горох с мясом очень вкусно. И большой плюс, наверное, в автоклаве готовки. К примеру, еще с детства, ну, помню, что горох варили днями, часами. Ну, это слишком, конечно, я выразился, днями. Ну, очень долго варили горох. Очень долго, я знаю, вот его варили особенно, да. Просто вот с утра до вечера ставили. Вот в таком плане. А в автоклаве он вот получается шикарный, мягенький, все разваривается. Ну, вот смотри, в какую консистенцию, да, это все превратилось. Да, мы оставили на 50 минут, но если вы хотите, чтобы горох сохранил свою форму, да, так скажем, то нужно, конечно же, меньше. Еще одно прекрасное блюдо, которое пополнит наши запасы при помощи приготовления с автоклавом, домашний стандарт, на самом деле. Ну, первое, я вам так скажу, как и было, наверное, остается, это даже не тушенка. Мне кажется, больше всего в семье, в нашей полюбили тушенка с мясом, ой, мясо с гречкой. Да, да. Все. Даже вируска и та, она там прям наяривала там просто от души. Вот, тушеночка, конечно, быстренько тоже это все готовится. Мне рыба понравилась эта. Рыба очень вкусная, типа шпроты мы делали, да? У нас у многих ограниченное время, да, мы бываем всегда в спешке, но я считаю, лучше один день выделить, даже два дня, на готовку на автоклаве, на готовить тушенки, каши, все что угодно. Вот таких прекрасных заготовочек убрать в свой прекрасный шкафчик, и у вас всегда под рукой будет полезная, быстрая еда, которая не нужна там, знаете, какие-то фастфуды, что-то замороженное непонятное, разогревать, жарить на чем-то, это все готово. За два года, второй год ты же ему пошел, он еще никаких нареканий абсолютно не любил. Абсолютно. Кушать не просит, ничего. Один раз купили на самом деле, и вот свой скатер самобрал, и поверьте, вот вашей семье, ваши мужчины, и ваши женщины, и многие ваши родные скажут вам за это громадное спасибо. Просто когда они это все попробуют, это на самом деле шикарно, шикарно. Готовьте полезную, вкусную пищу с автоклавом, домашний стандарт, друзья. Как всегда, ссылочка будет внизу в описании под видео, кому интересно, переходите, приобретайте. И по поводу курицы, сколько блюд можно приготовить из одной курицы? Здесь полноценных, раз, два, три. Это можно есть как отдельное блюдо, четыре, салатик, пять, шесть, и у меня еще крылышки остались. Я просто не приготовила, но здесь уже слишком много, это нам хватит на несколько дней. Я просто как бы видел такие видосики, когда покупали там на какую-то тысячу рублей, да? У нас здесь продуктов максимум на тысячу рублей вместе с курицей вышло. Ну, я не знаю, как бы, там так хайли, за что хайли? Что здесь такого ужасного? Ну, типа, как можно из одной курицы приготовить? Да можно приготовить, смотря что приготовить, понимаете? Для этого вам нужна и смекалка, и фантазия. Здесь все шикарные блюда, о чем говорить? Ну, без привлечения, какого. Прекрасная пицца, полезная, ни с какой-то колбасой непонятной, какими-то салями или чем-то. И теста даже нет. Курочка настоящая. Здесь в этом котелке, посмотрите, все шикарно. С сыром. Все прекрасно, суп-пюре обалденный. Салат Сезарь, да что я вообще говорю? Тут пока говорить, надо быстро движение делать. И не доходим мы до стола. Ладно, я пошел к себе на канал. У меня там кроме штукатурки, краски, к сожалению, больше нет ничего. Поэтому приходится приходить на этот канал. А вот иди к себе, иди. Ну, куда к себе я пойду? Это как в том фильме, помните? Вот сейчас кто человек, ну, в возрасте, как в возрасте, не хочу никому возраст, да, говорить. Ну, как сказать, ну, старшее наше поколение, они должны узнать этот фильм. Я не знаю, как он называется. Дело в том, что в деревне мужики с женщинами поссорились. То есть, поссорились, забастовали. Женщины ушли к себе, то ли там в лес куда-то, и там в котелках готовят еда, там, рыбу ловят, уху варят. Мужики есть-то хотят, что делать-то? И в моменте показывают, там, и собака вместе с будкой, с цепью. И у волокла сбежала к женщинам тоже, вот. Поэтому, конечно, что такое... Ну, и чем итог закончился? Итог? Ну, надо иметь, как говорится, свои подходы к женщине. У меня они свои, я не буду рассказывать все секреты, конечно. Вот, сами понимаете. Сейчас я люблю тишину, поэтому я вам всем желаю, да, вот, чтобы у вас тоже вот такая была маленькая идиллия, да? Да. Ну, ладно, пошел я штукатурку грызть. На этом я буду прощаться с вами. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я надеюсь, вам понравилась такая рубрика. И на самом деле, если иметь хоть немного фантазии, из курицы можно приготовить очень-очень много разнообразных блюд. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения, и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова